Всем привет! Сегодня у нас 20 мая 2020 года. В этом видео расскажу, чем мы будем проводить обработку по диплоидным сливам, сливам и АОЧ. От вредителей, от грызущих сосущих, от болезней. Плюс в этой обработке сделаем подкормку по листу в хилатной форме удобрениями. В этом видео я вам все покажу и расскажу. Так, это данный сорт, пробегу сейчас по сортам, вот как позавязывалась в легкую. Так, это у нас барбангигант. Вот такой вот имеет вид. Кое-где, я вот смотрю, есть клястероспариоз, то есть болезнь. Вот так вот, или кто-то пообгрызал, но скорее всего клястер. Вот он, вот так он проявляется. У кого на сливах есть вот такая дырчатость, это клястероспариоз. От него надо бороться препаратами, желательно системными. Я когда проводил вторую обработку, через 2 часа вылупил дождь такой сильный, смыл все нафиг. Короче говоря, моя обработка пошла коту под хвост. Я вижу, что есть чуть-чуть повреждения, незначительные. Ну ничего. Так, вот у нас сорт Блукармен. Тоже хорошо завязался, смотрю. И заморозки его сильно не повредили. Вот рядышком это все вщепнуто в дикую алычу. Вот еще слива, это у нас Лориен. Тоже смотрю, вот завязь есть, неплохо она себя чувствует. Вот рядышком вщепнут сорт Супериор. Это уже пронормированный, он был вообще как горох. Его столько было много. Я видео снимал, тоже выложу вскоре. Так вот завязан Супериор. Вот такой вот вид имеет на 20 число. Вот так вот вяжется сорт Бербан Гигант. Это я ветку не увидел, не пронормировал. То есть вот эта мелочь вся, ее надо обрывать. Видео про нормировку есть, я там выложу. Уже не будем зацикливаться над этим. Вот где пронормированный, можно видеть, какой у них вид. Вот крупный. А то, что не пронормированный, вот покажу. Вот разница. Это пронормированные плоды. И там, где их висело, блин, ровно целая. Разница ощутимая. Так, пойдемте дальше. Так, это у нас от Сарк Премьер. Я его очень жестко пронормировал, потому что он очень сильно завязался в этом году. Даже вот есть, где пропустил, там по 4 штуки. Плоды очень крупные у него. Могут доходить при нормировке до 170 грамм. То есть сорт очень вкусный. Но требует, понятно, обработок. Все дипоидные сливы требуют обработок. А луча менее требовательная к обработкам. Так, это у нас от Сарк Премьер. Вот так вот сейчас покажу. Вот так вот выглядит дерево. Так, и на нем же есть прививка сорта. Так, это у нас от Санта-Роса. Вот такие вот плоды тоже на ней. Сор, кстати, я думаю, что должен отлично опылять другие дипоидные сливы. Он очень сильно вяжется. Его просто тут море было, это я уже пообрывал. Это у нас Анжелена. Тоже вяжется хорошо. Это что-то с сливой поврежденной. Сразу оборвать надо. Вот такие вот красавцы висят. Это Анжелена. Тоже завязалась там более-менее. Она вся в листве, ее практически не видно. Короче, ну есть она. Она вырастает крупная, потом посинеет, будет видно. Так, это вот так вот завязался сорт Генерал. Тоже его нормировал. Плодяки крупные. Вот это все надо вырывать. Мелочь ненужную. Вот тоже Супериор. Такие резкости ходят. Супериор тоже завязан отлично. Рядышком. Вот это вот, это Санта-Роса в руках у меня. Вот это вот Блукармен. Вот такие уже плодяки тоже довольно-таки крупные на данный период. Ну, короче говоря, урожай есть. А ну сейчас где румяная зорька покажу еще. У меня тут пару участков на одном. Одни диплоидные, на другом другие. Так, вот такой имеет вид, это румяная зорька. Это вот пронармированные плоды. Если бы они были не пронармированные, они были очень мелкие. Они были бы вот такие вот примерно. Вот такие маленькие. Если бы их было тут, я вот на земле, у них куча валяется. Я проводил нормировку. То есть это у нас румяная зорька. Короче, будем сейчас проводить обработку. Сейчас покажу, чем мы будем бороться с вредителями и с болезнями. Так, сейчас же давай разберемся, чем мы будем проводить обработку по диплоидным сливам, сливе и ауче. У нас вот есть 4 препарата. Первый препарат Томсин-М. Это системный препарат, хорошо работает по таким заболеваниям, как клястероспариоз, манилиоз, ну и другим сливовым диплоидным заболеваниям сливы. Этот препарат будем разводить 15 мл на 10 л воды. Потом у нас есть препарат Прованта Вернал. Это препарат инсекцицид, контактного действия. Он хорошо работает от тли, плодожорки, сливового пильщика и других разочистающих вредителей. Он разводится 2 мл на 10 л воды. Плюс к этому всему добавим Плантафол. Это у нас хелатное удобрение в доступной форме для плодово-ягодных культур. Этот препарат будем ложить 25 грамм на 10 л воды. Он хорошо действует в соотношении 20-20-20, 20 азота, 20 фосфора и 20 калия в данную фазу вегетации. Плюс к этому всему добавим биоприлипач. Этот прилипач очень хорошо работает, особенно после цветения. До цветения я им не советую пользоваться, потому что плохо открывается листок и плохо проходит опыление. То есть только завязываются плоды, я начинаю работать прилипачем. До этого периода не работаю до цветения. Он хорошо смачивает лист, не смывается дождем. Короче, все вот эти препараты хорошо действуют вместе с ним. Показывают отличные результаты. Кто первый раз начинает заниматься садом, обрабатывать деревья, для них скажу отдельное. Обязательно пользуйтесь перчатками одноразовыми, пользуйтесь респиратором. Проводите обработку в безветренную погоду. Желательно это делать вечером, даже не утром, а вечером. За ночь очень хорошо все компоненты входят в лист, всасываются и работают. Потому что если днем работать, можно попалить лист. Могут быть ожоги на листе, особенно от удобрений. Так же само от препаратов. Ну вот такие вот рекомендации по данной обработке. Это третья обработка дипоидной сливы. Я надеюсь, что это видео будет полезно вам. Кому оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.